друзья мои дорогие всем здравствуйте сегодня говорим с вами про два лучших наказания которые точно выведут вашего бывшего или бывшую нарцисса нарцисску из себя на моем канале уже было видео лучшее наказание для нарцисса очень много обратной связи я на него такой позитивный получила в чем там заключалась это наказание в том чтобы просто этот человек пожил подольше чтобы ему или ей все бумеранги прилетели чтоб он или она вот как привык вот в этом о своем вечном напряге жить в специфической вот этой вот среде своей где постоянно этот человек ищет новые ресурсные кормушки пусть так собственно с этим и остается так что эту тему мы с вами поговорили но продолжается огромное количество от вас там вопросов мнениями вы делитесь что все равно хочется как-то отомстить хочется отыграться вы считаете что ну несправедливо этот человек сейчас там занимает какое-то место или типа живет и радуется то есть вам хочется а наказать не буду сейчас никого отговаривать предложу вам пару опять же прекрасных вообще бодрых здоровых экологичных вариантов наказания то есть для чего это видео снимание для того чтобы нам с вами раздувать негатив демонизировать этих ребят и девчат и еще больше вот этой вот чернотой самим на к накачиваться в грязи валяться а для того чтобы наоборот мы системной такой позиции посмотрели на свою жизнь чтобы мы увидели вот этот вот оптимизм но почему вам до сих пор хочется этого человека наказать хотя бы уже логически поняли осознали что это не та история любви который бы вас там и на счастливым сделала это не тот человек которому можно доверять это совсем не тот сценарий где вы могли бы скажем так полностью проявляться и скажем так видеть какую-то искренность и честность в ответ это вообще что-то такое странненькое невнятное непонятное в отношениях с человеком который и сам себя до конца не знает аж тем более вам не дал узнать почему так задевает потому что в эти отношения было вновь вложено очень много особенно если вы пребывали ли сейчас пребываете в состоянии любовной зависимости если для вас эта история очень значимая конечно вы старались вы старались по всем фронтам поэтому ну естественно хочется какого-то возмездия хочется компенсации вы такие себе говорить так стоп я так вкладывался я так старался а что же в итоге следующее а кто-то ради этих отношений реально пожертвовал многим карьерой какими-то дружескими отношениями может быть вы там сделали выбор в пользу этого поклонника или этой девушки то есть чем-то пожертвовали и сейчас у вас болит вот это вот состояние ущерба конечно это важно да и просто так это не забудешь у кого-то до сих пор вот нет знаете какого такого полного принятия ситуации у вас голове не укладывается картинка что ваш бывший нарцисс или нарциска вот сейчас может с кем-то счастливо жить вот сейчас типа радуется типа все там нормально а как же вы а что же будет с вами ведь человек столько боли другим причинил и что бумеранг не прилетит у кого-то не получается на сто процентов самим войти вот в это вот а настоящий вовлечься в него вот вы до сих пор эмоционально зависли в прошлом и вы вот эти вот свои страдания культивируйте а еще кто-то подвис в каком состоянии очень тяжело очень горько из-за потраченного времени на все это и хочется а вот что за такое я кому-то объяснить вот что-то такое сделать чтобы ущерб сам по себе компенсировался пока вы вот в этом вот застряли так и будут мысли о месте одолевать так и будет какой-то негатив фоном идти что важно важно принять произошедшее определить что есть тот ущерб который вы уже никогда не компенсируйте что вы только можете создать себе что-то новое достроить контур сконструировать и главное принять понять что человек такой человек не изменится так теперь давайте к наказаниям для нарцисса что нарцисс не выносит от чего нарцисса будет корежит вы думаете что это исключительно сюжеты когда вы как-то отыгрываетесь как-то щелкаете по носу что-то этого человека отнимаете говорите обидные слова но нередко они же еще этим и гордятся а моя бывшая моя бывший до сих пор про меня помнит вон как он или она злится значит я значимый значит я его за дело или уж сколько времени прошло а он все еще смотрит свою в мою сторону вы тоже каким-то негативом нарциссу дадите вот этот вот нарциссический корм поэтому два лучших наказания наказание первое это полное равнодушие искреннее равнодушие да не вовлеченность в этого человека отсутствие каких-либо эмоциональных реакций хороших или плохих то есть и заметьте не демонстративный игнор а именно холод равнодушие безразличие какая-то такая знаете приснятина техника серый камень вам в помощь если вы где-то вынуждены с этим человеком встречаться пересекаться может быть какие-то деловые контакты если этот человек пытается вас периодически подковырнуть или что-то такое фоном идет то очень важно вот хотя бы вот в моменте этого контакта вот выдерживать такое нейтрально равнодушное отношение вы такие знаете ли в этот момент по-светски приветливо равнодушный как будто это какой-то ваш там коллега из дальнего офиса которого вы видите второй раз в жизни вам пофиг на этого коллегу новый человек приличный вы ведете приличную коммуникацию но вы не готовы глубоко нырять в эту коммуникацию то есть вот в чем а смысл серого камня уже не раз я про эту технику и говорила и писала то есть четкие ответы по делу не положительных не отрицательных эмоций никаких реакций никаких ему или ей зацепок давать что а вот он или она меня ждет до чтобы этот человек про вас думал то есть равнодушие вам пофиг вам без разницы а если еще и к серому камню добавится то что вы с человеком не контактируете то что вы во что-то вовлечены то что вас волнует интересует что-то другое у вас там какая-то жизнь идет и нарцисса нет в этой жизни вот что нарцисса заденет потому что ага нет реакции на меня это я что мертвые это я что уже власти никакой не имею это для нарцисса вообще тема такая знаете ли можно сказать базовая и а другое наказание это ваше счастье вот когда вы просто счастливы у вас просто что-то хорошее происходит вы вовлечены вам интересно у вас новое окружение у вас какие-то новые дела планы и события не забываем нарцисс это личность которая тотально несчастливая который живет тотально в каком там своем напряге постоянно отслеживает внешнюю среду и там ее изменения ага вот здесь на меня больше или меньше реагирует вот здесь я точно самый лучший а здесь меня точно знают и нарцисс ошкорежить начинает когда вдруг рядом какой-то счастливый человек когда рядом человек который кем-то заинтересован а в кого-то вовлечен еще что такое происходит то есть нарцисс на фоне этого острее ощущает собственную пустоту и собственное несчастье плюс нарцисс реально начинает беситься и негодовать это что я не настолько был важным в его или ее жизни это что я зря что ли вот тогда ресурсы какие-то вкладывал то есть если вы счастливы без нарцисса то для нарцисса это знаете самым таким ударом тяжелым будет поэтому два лучших наказания полное равнодушие и ваше искреннее счастье а чтобы к этому прийти в это вовлечься нужно здесь и сейчас что-то делать планировать пробовать экспериментирую то есть не смиряться с тем что вы там в некоем ущербе после этих отношений сидите а делать делать и делать вовлеченно ради себя любимых друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевт как коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджер и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч